так всем здравствуйте ребятки с вами димасик и сегодня вышло обновление 171 с двустволками но сегодня мы поговорим не об этом а поговорим о режиме 7 на 7 то бишь этот режим специально сделан под битву блогеров 2020 есть несколько вопросов я думаю многих ребят как же что же и за кого же вот за кого же играть это будет моё личное субъективное мнение по некоторым фактам и по личному предпочтению но перед этим я думаю что нам стоит немножко посмотреть что что будет данным скажем так режиме точнее битве блогеров поэтому приступаем вот наш режим анонсирован буквально пару дней назад хотя за нее уже знали очень давно в них будет принимать участие mv юша корбин даллас и левша а ты из них уже старички в данном битве прошлого прошлого прошлой битве они участвовали вот вот победитель левша дальше есть видео об данном мероприятии скажем так но нам интересует более другие вопросы первый вопрос это с какого какое число на официальном сайте написано что с 30 января 9 часов до 10 февраля часу ночи расшифрую вот эти в эту дату поставлю по полочкам для начала вот это начало регистрации начало боев уже будет в 12 00 помска чтобы не перепутали 9 часов вы можете регистрироваться уже 30 января но бои начнутся и вы будете зарабатывать очки только с 12 часов это в режиме 7 на 7 дальше стоит отметить что стоит отметить что еще будет такой момент бои будут проходить с 8 минут до часу и также будет еще у нас 6 до 6 февраля мы сможем регистрироваться и мы увидим какой из блогеров начинает выбиваться вперед что как бы становится вроде круто классно вы будешь знать и сразу же поставить что-то который победить и прочее а другой стороны это немножко несправедливо потому что кто не вступит сразу может просто блогер который первый выйдет вперед его может просто остальные игроки просто вырвать вообще победу но там как бы мое субъективное мнение вот бои будут примерно выглядеть вот так вот в режиме встречный бой долго зацикливаться на этих разбору этих всех моментов не будем просто скажу основные моменты понятно что будет очень много наград всяких плюшек вот но мы продолжим дальше но кстати тоже вот награды за каждого из блогеров в принципе кому что по душе какой стиль понравится и прочее вот я уже в конце а кстати да вот будет вас а командир который сможет быть созвучкой вашего любимого блогера можно так сказать вот и зависимости от занят занявшего место блогера будет у него будут умения лампочка у каждого будет но соответственно в первом будет еще плюс три навыка можно будет изучить у второго место плюс два навыка у третьего будет плюс один навык а в четвертом ничего не будет только лампочка одна а вот ну это одна из самых важных аспектов данной игре дальше рассмотр стиля я думаю на сайте вы сможете посмотреть все остальное дальше за каждый уровень который будет проходить вам будет рандомно выпадать одна одна из наград которые тоже можете ознакомиться вот так же вас будет декали с блогером который вы будете играть вот так же те которые не прошли блогеры это джо в грани не рью вспышка шотник мин машин с тем вот но так же как участвовать события вот расписано вот это самое принципе одно из важных чтобы мы понимали что куда и как не пропустили скажем так как я говорил до 6 февраля будет регистрация с 30 января 9 до 6 часа ночь это значит то что это будет пятое число это будет до 5 числа 6 числа это уже второй день грубо говоря чтобы понимали вот не забывайте об этом 5 числа заканчивается не 6 а 5 скажем так там буквально один час зазора 6 числа поэтому вечером уже 12 часов мы должны понимать что у вас остается час до заканчания регистрации на битву блогеров может три варианта вот расписаны кликните на кнопку битвы блогеров справа внизу ангара нажмите флажок под кнопкой в бой и либо кликните на вкладку задачи под кнопкой в бой это одна из тех вариант как можно вступить вступить в бои вот а вот вы получаете возможность сделать выбор на битву блогеров и выбираете соответственно которого блогеры вы хотите участвовать у вас будет два варианта зарабатывать очки первый вариант это режим специальный который будет введен 7 на 7 встречный бой и второй вариант второй вариант вот мы сейчас посмотрим есть боевые задачи для случайных боев но каждую из этих задач можно выплатить только раз в сутки в сумме они дадут вам всего-навсего 17 очков вот всего-навсего 17 очков вам могут дать в день это только случайные бои остальные же очки которые вы хотите зарабатывать вам нужно необходимо будет зарабатывать именно в режиме 7 на 7 вот дальше следующее если у вас нету десятки а режим будет только на десятках только на десятках делай акцент чтобы вы понимали главные аспекты этого всего вам начислиться в за 101 и 705 а ну специально для только для этих боев и по мере вашего прохождения прогресса будет открываться еще четыре танка это объект 140 на третьем уровне пазе кафе всем пятого уровня пазе круче 7 удс 15 16 7 на седьмом уровне и прожета мод 9 на девятом уровне затем у каждого каждый из стримеров каждый из блогеров за которые вы будете выспея или просто будет вещать каждый день каждый день будет может включить одно из шести навыков которые позволит более эффективно зарабатывать очки в боях первое воодушевление удваивает количество личного очков при этом командную профессии идет x5 от заработанных очков для команды на четвертом месте и x4 для команды на третьем месте x3 для команды на втором месте и x2 для команды на первом месте чтобы вы понимали ну там занятые места и король и будут одним словом скажем так количество вашего заработанного опыта тоже от того как там будет заниматься места тактические хитрости навык позволяет заработать одинаковое количество очков при победе или поражении типа если вы проиграете вы все равно заработаете столько же очков столько вы заработали бы за победу вот стремительный бой удваит очки полученные за победу и если твоя команда побеждает в первые пять минут боя если вы до пяти минут уже победили а вас будет одну при если вас блогеров нажал этот вас удвоится в принципе здесь у расписано водится просто очки которые заработали сохранить матчасть двоится плюс очков если твоя команда побеждает и при этом теряет не менее двух машин тоже своеобразная как бы плюшечка если вы очень грамотно выиграете с минимальными потерями вот у вас тоже удваивается контроль территории удваивает количество заработанных очков если твоя команда побеждает захватом базы если ваш блогер активировал именно этот навык у вас будет акцент вашей команды будет акцент на то чтобы захватывать базу побеждать захватывая базу но я думаю что ни один ни один из блогеров скорее всего не активирует данный навык потому что он бы они будут понимать что во встречном бою данную вещь очень тяжело бы сделать и она как бы не рентабельно для ваших игроков поэтому я сразу говорю ни один не включит ни один не включит я вот я вам гарантию даю что ни один нет бессмысленно включать данную фичу скажем так дальше рискованная атака активация этого навыка выпускает командную задачу по которой твоя команда должна заработать определенное количество командных очков этот навык не влияет на личные очки но дает многократный бонус командным очкам который нужно работать по условию этой задачи из 5 необходимых по задаче очков для команды в четвертом месте x4 для команды в третьем месте ну и соотносительно дальше вот ну в принципе все практические кроме контроль территории более менее адекватные но это такая скажем так рискованная атака я думаю что максимально вот вот эти будут вот вот эти будут активироваться вот этих три будут активировать блогеры бонусы к заработанным очкам но это мы уже прошли принципе есть для понимания есть командные зачеты и есть еще к личные зачеты за которых будете получать плюшки специальные медали надписи декали эмблемы 2d стиль арена машины 10 уровня но это только для этих боев вот примерно вам показан график что будет чтобы будете по мере получения очков получать ну количество очков я думаю это заметно это уже когда сам откроется нам все раскроют скажем так вот ну в принципе ничего сложного главное играть главное помогать команде от этого зависит ваша награда и победа вашего любимого блогера я думаю что более подробнее вы сможете прочитать на сайте более внимательно если вам что-то непонятно можете написать комментарий вместе разберем вместе ответим на данные ваши вопросы ну а сейчас как говорится по машинам и выбираем любого блогера который вам по душе но мое лично субъективное мнение как я обещал я скажу я буду участвовать за левшу почему во первых вот этих первых два молодых человека проиграли прошлый раз для него почему потому что у него более скажем так скилованные игроки смотрят мв и юш они более для большей аудитории и там не все игроки скилованные поэтому будет много множество конечно участвовать будет но зарабатывать очки скорее всего будет левша единственный момент из этого скажем так квадрата квадранта вот этот молодой человек это как знаете черная лошадка у него может тоже выстрелить я думаю что вот этот или этот молодой человек выиграет но я склоняюсь что левша на опыте и опыте опыт его зрителей поможет ему выиграть но вот этот молодой человек реально может палки в колеса засунуть левше поэтому как говорится один из двух выиграет и опять же повторюсь мой склон к левше все равно я как бы верю в то что левша все равно победи второй раз он возьмет плюс у него есть опыт в 7 на 7 и опять же его подписчику поэтому ребятки погнали участвуем если кто-то меня поддерживает и мои доводы вам что-то сказали участвуем за левшу я держу за него коночки ну и плюс он мне нравится как стример все ребятки всем спасибо всем пока подписываемся на канал с нажимаем лайки ставим оставляем комментарии хорошие плохие на ваш выбор все на ваш выбор если хотите дизлайки ставить все как вам угодно все всем спасибо всем пока